МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня выпуск. Российские дипломаты тайно вывезли двух детей из Кыргызстана, якобы спасая их от черных трансплантологов. История оказалась очередным фейком от российских СМИ. Кыргызский МИД направил в Москву ноту протеста. Они же могли приехать, узнать, да, согласны дочку отдать? Никто ничего не сказал. Этот логотип я принюмала сама. Инвалид Динара Шарипова вышивает картины ногами. И это не единственное ее занятие в жизни. Съемки в кино, участие в конкурсах, персональные выставки сделали Динару одним из самых известных людей в Казахстане. После выставки я продала половину картины. Кулинарное искусство как способ помочь аутистам стать самостоятельными членами общества. Те, кто вчера боялся выйти за дверь собственных комнат, сегодня становятся высококлассными поварами. Вареники лепил потом, пельмени лепил. Бесплатный хлеб для пенсионеров и малоимущих Бишкека. Благотворительностью занимается семейная пара с четырьмя детьми. Хлеб для стариков они покупают на собственные деньги. Каждый день почти берем. Ну, который день там бывает, что не заходим. Нашу программу мы начнем с репортажа Джубек Бегалиевой о похищенных детях, которых российские дипломаты тайно вывезли из Кыргызстана. Малышей якобы хотели спасти от черных трансплантологов. Расследование нашего корреспондента вызвало очень острую реакцию в стране. МИД Кыргызстана был вынужден направить дипломатическую ноту протеста в Москву. Этот репортаж набрал более одного миллиона просмотров в социальных сетях. Ну, садился на нее сверху, ногами отталкивался и вот так вот катался на ней он. Из множества игрушек сына эта была самой любимой, говорит Алексей. Тот день, когда он купил Тиме эту машинку, Алексей запомнил очень хорошо. Поехали фотографироваться. Он как раз с нами на объекте, с нами был. С объекта ехали, закончили как раз. Сейчас Тиме уже пять, но своего единственного ребенка, боится Алексей, он может никогда не увидеть. В конце декабря Тимофея и его сводную сестру Аню, сотрудники российского посольства вывезли в Новосибирск. Получается, они похищают у нас детей, посольство. Все случилось после того, как у Алексея умерла жена. Вот в этом доме осенью прошлого года Наталья Романенко покончила жизнь самоубийством. У женщины остались дочь Аня от предыдущего брака и сын Тимофей. Как только покойную похоронили, взять к себе на время Аню вызвалась ее классная руководительница. Вернувшись от нее в один из вечеров, девочка, забрав братика, убежала из дома. Да, мы начали манты лепить. То есть все вот. Тут сестра говорит, ладно, пойду я их кушать, называть. Тут как раз Тимофея еще, он чуть простывший был, дать ему лекарство и сеточку ему сделать. Ну тут сестра пошла в дом, забегает, Алексея их нету. Я говорю, как нету, кого нету? Ани с Тимофей нету. После целой ночи поисков Алексей узнал, что дети снова у матери учительницы. Она дружила с двоюродной бабушкой детей в Германии, которая хотела усыновить внуков. Это был последний день, когда Алексей видел сына. Я их вам не отдам. Я говорю, на кома с вами, вы вообще кто такая? Для них вы чужой человек. Я вот так с ней начал сказать. Вы для них чужой человек. Она говорит, это ты чужой. Докажи, что это твой ребенок. Где свидетельство? Вот так она начала. Я говорю, хорошо, да, мы вовремя не сделали с Натальей свидетельство о рождении, но это не значит, что вы ему родная какая-то там тетя. Так получилось, что свидетельства о рождении у Тимы не было. Наталья, гражданка России, хотела оформить его на себя, но так этого и не сделала. Медкарту, на основании которой выдают документ, забрала двоюродная бабушка детей, приехавшая из Германии, объяснив это тем, что Тиму надо лечить. Мы встретились с ней в ГОМе у нас, на морозаводе. Была Гульджана с нами, инспектор. Она говорит, дайте ей карточку Иры. По моей осценности мы дали ей карточку Гульджана, Гульджана передает это Иры. Иры говорит, а через три дня вам верну эту карточку. Три дня проходит, мы звоним. Гульджаны, где карточка? Говорит, а что она не привезла? Нет, не привезла. Для того, чтобы открыть новую медкарту, в больнице потребовали показать ребёнка. Однако ни классная руководительница, ни её мать не рассказывали, где держат детей. До тех пор, пока Алексей не увидел по телевизору. Тима и Аня уже в новосибирском приюте. А его самого обвиняют в продаже детей на органы. Не получив подтверждения ни от одного официального органа Кыргызстана, российские СМИ добавляли всё новые подробности. Алексей обвиняется в убийстве жены. Дети попрошайничали на улице, а на органы их якобы выкупили местные цыгане. Хоть он цыганин, хоть он русский, хоть он крыск. Мы не должны делиться. А там, прямо в этом передаче передавали, что будто бы этих детей на органы продали цыгана. Ну почему цыгане такие ужасные люди или как? Как можно понять? Удивляются в районном отделе соцзащиты и тому, что дети якобы попрошайничали на улице в декабре, тогда как акт передачи Ане и Тимы российским дипломатам состоялся ещё в середине октября. Вице-мэр города Шопоков и ещё несколько чиновников отдали детей сотрудникам дипмиссии, не потребовав никаких документов. Одна из них просто оставила визитку. При этом посольские работники не поставили в известность отца Ани. Он оказался жив и здоров и всё это время исправно платил алименты. Это подтверждает и его друг по несчастью Алексей. Они теперь вместе намерены бороться за детей. Они знали, что я проживаю здесь, нахожусь здесь в данный момент. То есть я не уехал, её не бросил. Они же могли приехать, узнать, да, вы согласны дочку отдать в дедом или там в приют или, ну как, кто-то, чтобы удочерил. Никто ничего не сказал. Не я. Никого. А я обязалась на рекламе. Классная руководительница Ани, Дарья, у её матери жили дети, объяснять ничего не хочет. Вот и сегодня Алексей просит её доказать, что был плохим отцом. В ответ ничего внятного. Вот так вот они и разговаривали. А сейчас они с кем не хотят. После того, как факт продажи детей на орган Алексеем Поповым не был подтверждён в ВД, МИД Республики направила ноту протеста российским коллегам. Однако никакой реакции от внешнеполитического ведомства России пока не последовало. Молчит и всё так же не даёт комментариев местное посольство. Похоже, в этой странной и запутанной истории точку могли бы поставить ими на ней. Тема запрета на браки между родственниками, раскрытая в репортаже нашего таджикского корреспондента Ануширвона Арипова, вызвала живейший интерес не только в Таджикистане, но и далеко за его пределами. Кадры генетической лаборатории, в которой вступающие в брак обязаны сдавать анализы на отсутствие родственных связей и врождённых заболеваний, были распространены многими зарубежными информагентствами и были показаны ведущими мировыми телеканалами. Также тема генетического контроля за браками широко обсуждалась в социальных сетях. Ну положительный, это хорошо. Почему? Дети уродом и не будут. Кому человеку, которому мы берём, например, жену, чтобы никаких проблем не было, с той стороны, ей тоже неудобно бывает, чтобы уточнить, узнать, что, например, мы с ней идём для анализа, это тоже неприятно. Законотворцы, значит, увидели необходимость и выпустили такой закон. Им виднее. Наверное, это бред. Не знаю, мне кажется, это лишнее. В некоторых случаях любовь, наверное, появится. Но если там люди будут исходить из здравого смысла, то, может быть, эта генетическая экспертиза что-то дать. У таджикистанцев к поправкам в главу Семейного кодекса о порядке заключения брака отношение неоднозначное. Согласно закону, в брак нельзя вступить в случае наличия родственных отношений, и в ЗАГСе необходимо предоставить справку генетической экспертизы. Кто-то видит новые возможности для государства заработать деньги на простых гражданах. Кто-то считает, что закон позволит снизить рождаемость детей с различными особенностями в развитии. Большинство медиков страны официально придерживаются именно этого мнения. Это такие заболевания, как умственная отсталость. Чаще всего синдром Дауна, спинобифида и другие заболевания. Например, еще у нас дети со слишком большими и маленькими головами. Перечислять можно долго. Лучше всего о детях с различными тяжелыми заболеваниями знают здесь, в единственном в Центральной Азии инновационном центре для малышей с особенностями в развитии. По словам сотрудников, в год к ним записываются более 250 семей. Согласно проводимому опросу, родители почти 35% малышей являются родственниками. Чаще всего это двоюродные или троюродные братья и сестры. По словам медиков, большинство таких браков заключается в сельской местности, в труднодоступных районах и у представителей малых народностей. Таких, например, как джуги, таджикские цыгане, у которых не принято жениться и выходить замуж за чужих. Насколько родственные браки влияют на генофонд нации, парламентарии определили только по результатам опросов специалистов и семей с больными детьми. Генетических исследований не проводилось. Центр экспертизы откроется в феврале и пока только набирает персонал. Так что неизвестно, насколько закон действительно актуален для страны, говорят независимые эксперты. Это аппарат ДНК-технология, ПЦР-диагностика. Он определяет гистосовместимость человека. Значит, можно добрачно-консультированно проводить вот с этим аппаратом. Также он определяет мужское бесплодие, делится локуса. Также определяет, если муж и жена уже или родственные браки, у них в анамнезе есть мертворожденные, неразвивающие беременности, ВПР плода. Можно определить на совместимость. Оплачивать экспертизу желающим выйти замуж или жениться придется самим. Стоимость генетических анализов пока неизвестна, но она не может быть низкой, так как все реагенты достаточно дороги и будут импортироваться из Европы или США, говорят медики. Также в стране будет действовать только одна лаборатория и анализы доставлять в нее из регионов будут специальные курьеры. Это, по словам экспертов, может привести к тому, что проверка потеряет смысл. Если она будет распространена, ее филиалы будут находиться по всей республике, это одно. Если это будет одна лаборатория, то это совершенно другое. В случае, если это будет одна лаборатория, то, вероятно, бюрократизация этого процесса, возможно, это превратится в некую формальность. Также, согласно новым поправкам, Семейный кодекс, желающий зарегистрировать брак, должны будут предоставить медицинские справки о состоянии здоровья. Это делается для выявления инфекций, передающихся половым путем. Больным ВИЧ, гепатитом или другими заболеваниями запретить жениться и выходить замуж не смогут, однако постараются отговорить от такого шага. Это может привести к нарушению конфиденциальности и прав граждан с инфекционными болезнями, считают эксперты. Безусловно, перед браком необходимо пройти медицинское медицинское освидетельствование. Другой вопрос, что наряду с этим необходимо вести широкую информационно-образовательную пропаганду для снижения стигматизации ВИЧ-инфицированных, для снижения всевозможных мифов и стереотипов о том, что несет это заболевание и так далее. Ранее ряд депутатов и таджикских политиков настаивали на включение в список обязательного медосмотра теста на девственность, однако в списке поправок упоминания об этой унизительной процедуре нет. Парламентарии считают, что отсутствие девственной плевы может стать причиной развода. Ежегодно в стране регистрируются десятки подобных случаев. Так что политики не отрицают, что в будущем подобный закон может быть и принят. Анушер Вонарипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Год назад в Алма-Ате прошла персональная выставка Динары Шариповой. Картины бисером она вышивает ногами. У Динары с детства диагноз ДЦП и недееспособные руки. Но это не мешает девушке заниматься творчеством, сниматься в кино и даже консультировать банки. После репортажа нашего казахстанского корреспондента Дмитрия Белякова девушка стала широко известным персонажем в казахстанском интернете. И как стало известно, Динара Шарипова даже будет участвовать в международном интернет-конкурсе красоты «Мисс Вселенная-2016». Фирменный знак алма-атинской мастерицы Динары Шариповой не спутаешь ни с каким другим. У Дины сложный диагноз – ДЦП и недееспособные руки. Но уже 13 лет она вышивает свои работы из бисера ногами. Мастер выбирает понравившиеся рисунки в интернете. Потом мама обводит их карандашом, и Дина приступает к работе. Женские образы, цветы и птицы – каждая картина занимает у рукодельницы около полутора месяцев. Шьет Дина не на продажу, однако недавно она попробовала выставить свои работы в одном из алматинских музеев. И они имели большой успех. «После выставки я продала половину картин, чтобы маме подарок сделала. Золотую цепочку. Продать получилось». Теперь мастерица восстанавливает проданные картины. Вскоре они должны будут участвовать в съемках фильма «Девушка» и «Море», где Динара играет главную роль. «Я придумала одну историю про девушку с инвалидностью. И они уже начали действовать. Ну, написали сценарий». «А эта история придумана или настоящая?» «Нет, проверяется». Фильм снимает режиссер Азиз Заиров при поддержке Алматинской ассоциации родителей детей-инвалидов. Финальная часть ленты уже отснята в Турции на деньги меценатов. Пока съемочная команда ищет спонсоров для завершения проекта, Динара трудится в одном из казахстанских коммерческих банков. Уже почти два года она работает на дому специалистом департамента по подбору персонала. Дополнительный заработок для Дины очень важен, ведь ежемесячное пособие составляет немногим более 100 долларов США в месяц. «Мне приходят заявки, я по ним публикую вакансии и ищу резюме дополнительно». Планирует дальнейшую жизнь Динара очень вдумчиво и серьезно. В первую очередь высшее образование. Мастерица дистанционно обучается на последнем курсе в одном из московских вузов. Потом завершение фильма. Ну и, конечно, вышивка. Дмитрий Беляков, Павел Ангельгард. Настоящее время. Далее в программе. Кулинарное искусство как способ помочь аутистам стать самостоятельными членами общества. Те, кто вчера боялся выйти за дверь собственных комнат, сегодня становятся высококлассными поварами. Вареники лепил, потом пельмени лепил. Бесплатный хлеб для пенсионеров и малоимущих Бишкека. Благотворительностью занимается семейная пара с четырьмя детьми. Хлеб для стариков они покупают на собственные деньги. Каждый день почти берем. Ну, который день там бывает, что не заходим. Бишкеки в рамках социального проекта открыли цех, где профессии повара обучают аутистов. Пока там работает пять человек с таким диагнозом. Этот репортаж нашего корреспондента Шавката Тургаева остается одним из самых просматриваемых на тему профилактики аутизма в мире. На работу Булуш не опаздывает никогда. Сразу после учебы спешит в свой цех, как к себе домой. О, здравствуй, думаешь ты пришел? На работу так рано, молодец. Давай переодевайся. Снимай куртку. Булуш человек с физическими особенностями. Он аутист. Раньше после учебы он бежал домой и запирался в своей комнате. Но с недавнего времени он работает поваром. Да, приходишь работать 30 час, потом работу ходили, потом вареники лепил, потом пельмени лепил. Ты хочешь ходить сюда? Да, хочешь туда ходить. Учел полночь, я хочу работать. Этот кулинарный цех открыли специально для таких, как Булуш. Здесь аутичных людей обучают искусству кулинарии, чтобы в будущем они смогли заработать сами. С шутками и песнями готовят самые разные блюда. Сейчас в цехе работает пять человек с аутизмом. Есть и молодые, и взрослые. Когда они сюда пришли, они ничего не умели. Мы их учили чистить морковку и картошку. У себя дома они этого не делали. Мы их научили месить тесто, лепить пирожки. Булуш у нас улыбчивый парень. Он очень красиво лепит вареники и пельмени. А в этой комнате работают уже родители детей аутистов. Прежде Назгуль была вынуждена сидеть дома с ребенком. Но кулинарный цех открыл для нее новые возможности. Теперь, когда ее дочь в школе, Назгуль работает здесь. У мужа есть своя работа, свое небольшое дело. Он работает, а мне приходится дома сидеть с ребенком. А сейчас нам вот такую возможность дали общественное объединение, рука в руке, обучиться здесь. Вот я месяц обучилась, а теперь прихожу на практику сюда. У меня есть большая возможность тоже работать, тоже как-то себя реализовывать. И я сейчас здесь вот учусь, практикуюсь и могу уверенно уже сдавать свою продукцию в ближайшие магазины. А со временем я мечтаю открыть свой цех уже. Специальный цех открыл общественное объединение «Рука в руке» в рамках социального проекта. Приготовленную здесь еду раскупают местные магазины. Если найдутся новые клиенты, то число сотрудников с физическими особенностями увеличится, говорят в объединении. У нас есть договоренность с несколькими магазинами, куда мы забываем свою продукцию. Но пока этого количества мало. То есть мы не можем всех мам и всех людей с аутизмом, которые здесь у нас сейчас обучаются, трудоустроить, да, обеспечить. Все зависит от количества заказов. Чем больше заказов, тем больше мы сможем им предоставлять времени для работы. Но пока у нас только вот такое ограниченное количество. По официальным данным в Кыргызстане проживает более 20 тысяч детей-аутистов. При этом реабилитационный центр имеется один на всю страну. Шавкат Тургаев, Айгири Маклбекова, Алишер Маталипов. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан. И, наконец, репортаж «Чемпион», который только на страницах популярной соцсети «Одноклассники» набрал 4 миллиона 200 тысяч просмотров. Хотя его тема очень проста. Семейная пара с четырьмя детьми раздает бесплатный хлеб пенсионерам и малоимущим. Но именно эта человеческая история нашла максимальный отклик у наших телезрителей и у тех, кто следит за нашей программой в интернете. Репортаж Дебек Бегалиевой. Те, кто в магазине в первый раз, не сразу верят. Читают надписи, недоверчиво, цокая языком, все же берут хлеб. Для пенсионеров он здесь бесплатный. Почти каждое утро пенсионеры приходят, берут именно хлеб, потом начинают считать на малоково. Бывает, у них не хватает. У нас самих родители пенсионеры. Не знаю, пенсия у них маленькая. С женой посоветовались, решили как-то пенсионерам помочь. И теперь в этом лотке каждый день стоит свежий хлеб. Уже к обеду все булки разбирают. Пенсионеров в районе много, а некоторые вообще приходят сюда издалека. «Ну, молодцы. Просто наслопник. Мы здесь постоянные покупатели. Каждый день почти берем. Ну, который день там бывает, что не заходим. А так очень приятно». О том, чья это инициатива, благодарные старики даже не спрашивают. Ответ им кажется само собой разумеющимся. «Но все же думают, что это правительство». Объяснить всем, что хлеб они каждый день покупают на свои собственные деньги. Канад с радой не хотят. Того, что они зарабатывают в небольшом магазинчике, на их большую семью хватает. Так и живем. У нас четверо девочек. «Мы даже и не думали обиждать благодарность. Да. Потому что худайший грудь, клет есть, сахар есть. Дом есть. У нас есть то, что некоторые люди…» «У людей нету, да». Делиться с другими хочется, когда у тебя все есть, говорит Канад. Ему для счастья, как оказалось, не хватало только Рады. С супругой они вместе 15 лет. «Девушка, вас как зовут? Рада. Понимаю, что вы рады знакомству. Рада, милая. Ой, извините, девушка, так познакомились. Через полгода поженились». С тех пор благотворительность для многодетной семьи уже традиция. Будь то поход в дом престарелых или раздача бесплатного хлеба. Для четырех дочек, считает Канад, это самый лучший пример доброты. «Наверное, он самый счастливый папа, я так думаю, окружают одни девочки». Дибеп Бегалиева, Азат Антумаков. «Настоящее время», Бишкек, Кыргызстан. Мы показали вам лучшие репортажи наших корреспондентов, чтобы еще раз вспомнить, как прошел этот год в Центральной Азии. До Нового года осталось буквально несколько часов. Команда проекта «Настоящее время.Азия» благодарит всех наших зрителей за внимание и желает вам всего самого наилучшего в наступающем 2017 году. Берегите себя и счастливого Нового года! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова